Баклажаны Это очень вкусные квашеные баклажаны Очень часто они продаются на рынках Именно в таком виде С разной начинкой Ну вот я сейчас покажу как их готовить Я вот уже поставил воду кипятиться Баклажаны нужно бросить в кипящую воду Дождаться пока она закипит И кипятить примерно от 2 до 4 минут В зависимости от величины самого овоща Что нам понадобится для фаршировки баклажан Вот я взял укроп Базилик Сельдерей Можно взять петрушку Или любую другую зелень которая вам нравится Острый перец Зеленый Красный перец очень острый И обязательно чеснок Потому что с чесноком они получаются вообще прекрасные Готовы они будут примерно за 5-6 дней В банке их укладывать не придется Для них подойдет любая посуда с широким горлом Вот я взял вот такой контейнер Можно их точно так же укладывать в любую кастрюлю Только не алюминиевую, а эмалированную Или из нержавеющей стали Ну вот вода у меня уже закипела Я бросаю туда баклажаны Так как они всплывают Их нужно или постоянно Перемешивать И опускать в воду Или сверху положить груз Вот у меня есть такая металлическая решетка Она сюда Плотно укладывается Теперь ждем Когда они закипят Переваривать баклажаны не надо Иначе они станут совсем мягкие И потом могут раскиснуть Вот нужно взять На пробу баклажан Если вот он свою упругость потерял Вот я достаю Несколько штук Они уже такие в общем-то Проминаются пальцами Все, значит мы их вытаскиваем И теперь их нужно просто остудить Пока баклажаны остывают Делаем начинку Начинку можно делать из любой зелени Как я уже говорил Здесь кому как позволит фантазия Можно сделать совершенно однородную Для всех баклажанов Можно сделать разную Для разных партий Вот я сделаю примерно Вот три разных начинки У меня в каждой будет укроп В одной из них будет базилик В другой будет сельдерей Во всех будет чеснок В каких-то будет острый перец Но не сильно острый И в каких-то будет сильно острый Это чисто для меня Берем и мелко шинкуем всю зелень И теперь в каждую чашку выдавливаем по несколько зубчиков чеснока Теперь мы все это хорошо перемешиваем Теперь этой смесью будем прошаровать баклажан Ну что, баклажаны остыли Теперь все просто Берем баклажан Делаем продольный разрез Не до конца Раскрываем его И сюда забиваем нашу смесь Вот так он получается И укладываем теперь в посуду Так, следующий Раскрываем Фаршируем И укладываем Баклажаны еще нужно правильно выбирать Вот есть сорта баклажанов У которых вот здесь в начале Идет такое жесткое основание Такое формирование Как корень И вот Такие баклажаны Будут очень плохие Поэтому на базаре Сразу спрашивайте Или разрезайте И смотрите внутрь Его сразу видно Его когда разрезаешь Здесь прям такой Как волокнистый корень Внутри Он будет очень жесткий И баклажаны получатся очень плохие Все Кто продают Баклажаны Они об этом знают Они сразу говорят У них это называется Костец Они говорят Вот костеца у нас нет У баклажанов Поэтому спрашивайте Если не спросите Могут подсунуть Какие-нибудь Такие плохие И просто испортят вам продукт И укладываем так дальше Слоями Разрезом Вбок Ну вот Синенький я нафаршировал Теперь остатки Начинки Можно высыпать Сверху Чтобы они не пропадали Теперь делаем Пятипроцентный рассол В холодную воду Насыпаем соль Из расчета 50 грамм На литр воды Вот здесь у меня 2 литра Я высыпаю 100 грамм соли И хорошо размешиваем Чтобы она полностью растворилась Соль растворилась И заливаем наши баклажаны Надо заливать так Чтобы рассол полностью Покрыл баклажаны Теперь берем Накрываем это дощечкой Сюда можно поставить Небольшой груз Уксус И в таком состоянии В прохладном месте Их нужно подержать Примерно 5-6 дней Уксуса никакого добавлять не надо Баклажаны сквашиваются Естественным образом После Если баклажаны уже скисли Можно вытащить один Порезать Попробовать на кислоту Если она вас устраивает То рассол можно слить Переложить их в другую Поменьше посуду И поставить в холодильник А потом по мере надобности Вытаскивать Резать Поливать подсолнечным маслом Посыпать луком И кушать Ну что Фаршированные зеленью Перцем Чесноком Баклажаны сквасились В рассоле они пролежали 6 дней Теперь мы берем Достаем 1 баклажан Вот такой он получается Вот там Все это уже сквасилось Зелень, чесночок Теперь его берем Режем Режем Посуду Теперь нужно сюда порезать лук И теперь взять все это полить Домашним подсолнечным маслом Это очень вкусная закуска Попробуйте, не пожалейте Чтобы синенькие быстро не перекисали Хранить их желательно в прохладном месте Или в холодильнике Бывите Попробуйте, не пожалею Зелень, не пожалеете Остро Попробуйте, не пожалею Попробуйте, не пожалеете Уeу Удивите